Здравствуйте! На первом канале выпуск новостей по случаю дня рождения новой семьи. И коротко о главном. Дехсторонние переговоры перед главным событием дня. В рамках Восточного экономического форума Владимир Путин обсудил программу медового месяца Алексея Екатерины с премьером Японии и Малайзии. Российские военные вышли с предложением дать залп из Тополя-М в честь молодоженов. На праздник собираются гости со всего мира. В ночь с 6 на 7 сентября зафиксировано рекордное количество авиаперелетов. Борис Джонсон теряет контроль. Палата общин проголосовала за отсрочку. Брекзит в знак протеста. Премьер отказался поздравить Алексея Екатерину с днем свадьбы, но теперь вынужден изменить свою позицию. О церемонии бракосочетания москвичи узнали слишком поздно. Не имея возможности приехать, люди вышли на улицы. Москва гудит и кричит, узнав о свадьбе Леши и Кате. Люди высыпаны на улицу дома. В этот вечер сидеть, кажется, не может никто. У меня температура 38. Я вылез из Выхина. Прямо сюда приехал. Сил моих больше нету кричать. Леша! Катя! За ребят переживал весь город. Трансляцию из Пушкина смотрели на телефонах. Пульс зашкаливал. В конце просто я начал плакать. Честно, я начал рыдать. Да нет слов, ребята, нет слов. Это было. Моё сердце чуть не порвалось. Напротив исторического музея москвичи устроили настоящий концерт. Обручальное концово. Непростое уношение. Мимо такого карнавала эмоций не могли пройти даже иностранцы. Я вас поздравляю. Ваши ребята нереальны. Вы номер один. Люди счастливы. Вот такие эмоции захлестнули просто нас. Новую огласку получил скандал, имевший место на церемонии вручения «Оскара» весной этого года. Оказалось, что в конверте с именем победителя в номинации «Лучшая актерская работа» должна была находиться карточка с фамилией Токарев. «Оскар» за лучшую мужскую роль присужден спектаклю предложения. Досадная ошибка была исправлена сегодня. В ближайшие дни награда будет отправлена в Россию. «Анни, не жениться мне нельзя. Мне уже 35 лет. Возраст, так сказать, критический». «Ну а во-вторых, мне нужна правильная, регулярная жизнь». Вчера в Кремле Владимир Путин вручил президентские премии в числе лауреатов деятелей культуры и искусств. Поздравляя награжденных, президент подчеркнул важную роль в развитии культуры, которую играют коллектив «Радуга» и его ведущий актер Алексей Токарев. Театральные образы, созданные Алексеем последние годы, сказал президент, еще долго будут волновать сердца зрителей. После официальной части собравшиеся сушили бокалы с шампанским за здоровье Алексея и Екатерины, выразит надежду, что в будущем и они сами, и их дети будут в числе номинанта президентской премии. Незаменимых нет. Эту истину подтвердил нерядовой случай в английском аэропорту. Там пассажир самолета сел за штурвал вместо пилота, который в этот день не вышел на работу. Рейс на свадьбу Алексея и Екатерины отложили на неопределенное время. К представителям авиакомпании обратился мужчина. Он заявил, что у него есть соответствующие лицензии, и он готов совершить перелет. Выяснилось, что доброволец действительно пилот. В этот день он направлялся с семьей на свадьбу к Леше и Кате. И чтобы не опоздать на церемонию, решил поработать вместо прогульщика. Авиакомпания и пассажиры согласились на это предложение. Полет прошел нормально. Будьте счастливы, Алексей и Екатерина! Напоминаю, что увидеть церемонию бракосочетания вы сможете на первом. Трансляция начнется в 22.30, 7 сентября. Ну, а наш выпуск на этом завершен. Желаю всем веселого торжества! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова